Ирина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот многие считают, что главное условие того, что ребёнок готов к школе, это объём его знаний, да? И, конечно, все родители ждут только хороших оценок от своего чада. Вот вы как считаете, какую роль в успеваемости играет психологическое состояние и вот здоровье ребёнка? Очень актуальный вопрос, я на него отвечу так. Есть четыре признака успешного ученика. Ну, прежде всего, конечно, первоклашек, потому что труднее всего им. Первое – это физическое развитие, второе – психологическое развитие, третье – эмоциональное развитие, ну и, конечно, соматическое здоровье ребёнка. Физическое развитие очень важно, то есть правильно развивать ребёнка, приучать его к любовь, чтобы он любил заниматься спортом, физической культурой. Конечно, первую роль играют родители. Своим опытом они показывают, как они относятся к физкультуре и спорту. Психологическое развитие – это тоже очень важно, потому что ребёнок, первоклашка, поступает в школу, и он окунается сразу в очень непонятную… Всё новое для него. …в новую, очень сложную для него атмосферу. Здесь очень важно ему помочь. Конечно, самое главное – это соматическое здоровье. Так, это что такое? Соматическое здоровье – это здоровье ученика. То есть многие родители не понимают, зачем везти ребёнка перед первым сентябрём в школу. Готовить его надо было ещё с шести лет. Ну вот смотрите, многие думают, вот как что-то заболит, так и поведём. Но почему вот важно проверить состояние ребёнка, вот когда ещё ничего не болит? Заблаговременно. Потому что когда не болит, мы должны предупредить болезнь. То есть болезнь надо предупредить, а не лечить. Лечить уже, к сожалению, иногда бывает поздно. То есть когда заболевает человек, ему надо лечиться. Он отстаёт от своих свежников. И тратит ещё энергию на это, да? Конечно, конечно. Он, естественно, стрессует. А какие обследования? Что советуете пройти? Значит, обязательно перед посещением школы родители должны посетить врача-педиатра, детского невропатолога, окулиста, лор-врача, травматолога-ортопеда, эндокринолога. Необходимо сдать анализы. Это общий анализ крови, общий анализ мочи и калу. Это тоже всё необходимо. Необходимо сделать обследование ЭКГ, электрокардиография, сделать УЗИ органов брюшной полости, это печень, селезёнка, органов малого таза, УЗИ сердца. Это всё сделать надо обязательно. А за две недели до начала школы, за две недели до первого сентября это можно успеть сделать? Конечно. За две недели как раз вы успеваете, потому что в нашей филатовской клинике есть чекап детский, который подразумевает посещение всех специалистов, сдачу анализов и пройти всё обследование. Он действует с 3 до 14 лет, и сейчас идёт скидка 10% на все эти обследования. Поэтому мы ждём с нетерпением всех будущих школьников и учеников. Будем очень рады видеть их. Но и не за один день всё это нужно будет пройти, да? Да, конечно, нет. А насколько реально по времени это может занять? Ну, реально пару дней. Пару дней и обследования все можно в одном месте будет пройти? Конечно. В одном месте. В часы и анализы. Конечно, вы пришли. У нас существуют анализаторы, то есть кровь и моча, которые готовы уже через 2 минуты. Ноголодный желудок всё это сдаёт? Нет. Нет? Не обязательно? Совсем не обязательно. Вы же не сдаёте биохимию. Вы приходите, сдаёте кровь из пальчика, мочу, либо дома соберёте, либо у нас, у нас есть все условия, и через 2 минутки все анализы готовы. И такие рекомендации вы даёте как и первоклассникам, так и всем остальным. Конечно. До 14 лет. Конечно, конечно. Ну, в идеале, конечно, раз в год всё это сдавать, но есть какой-то возраст, когда это особенно важно? Особенно важно это перед первым классом. Да? 6-7 лет. Как я уже сказала, в 6 лет это надо делать. Потому что, если мы нашли какую-то патологию, за год мы можем её исправить. И ребёнок уже, будучи здоровым, идёт учиться. А то есть ещё на дошкольном этапе это нужно прям... Конечно, конечно. Чтобы максимально в здоровом своём состоянии ребёнок уже вступил в новую... Всё верно. Первый класс прошёл, как говорится. В новую свою жизнь. Спасибо вам большое. И пусть все будут здоровы. И вовремя. Пусть все будут здоровы. Мы всех ждём к нам на обследование. Лечение – это только по необходимости. Мы всех любим, ждём к нам в гости. Спасибо вам большое.